Тема сегодняшнего доклада — это Virtual Entities. Сейчас у нас есть клиент, где надо было внедрить именно Virtual Entities, и проект довольно интересный получился, и хотел поделиться опытом работы на этом проекте с Virtual Entities. Что такое Virtual Entity? Virtual Entity — это таблица в CRM, которая существует только как оболочка, но данных нет, в CRM у нас ничего нет, кроме оболочки, то есть кроме Entity Name, поля, Relationships и все. Сами данные находятся где-то в другом месте, то есть как в нашей картинке у нас, вот что тут нарисовано, External Data не в нашей базе данных, не знаю, там где-то в других ресурсах, и благодаря кастомному коду, плагину, мы должны переписать то, что делает обычно Microsoft для обычных таблиц. То есть если там все CRUD операции, все Эвенты, Retrieve, Retrieve Multiple и тому подобное, Create Update и так далее, все это в обычных таблицах Microsoft дает за нас, делает за нас, для Virtual Entity мы это должны сделать. Почему? Ну, все довольно просто, потому что External Data может быть разной ресурсой. То есть на все случаи жизни нету провайдеров у Microsoft, хотя у них есть там какие-то уже самописанные провайдеры, где вроде можно только подключить их, там пару правил, как должны наши поля называться, и как их настроить, и тогда оно бы работало. Но этот сценарий мало используется, потому что вряд ли кто-то будет менять свою структуру базы данных для того, чтобы интегрировать Virtual Entities в CRM. Поэтому приходится писать кастомные плагины. Дальше. Когда нам надо использовать, когда мы можем использовать Virtual Entities? Это дата интеграции. Допустим, у нас куча систем, и вот как на этом клиенте, у него и Azure Search, и данные находятся и на Azure, и на этом Cosmos Database. И тут в CRM он, в Dynamics, он хотел использовать маркетинг. То есть очень много систем, и он их агрегировал в одну, и тут хочет работать с этими данными, видеть, обрабатывать и так далее. Но вот в принципе Virtual Entities для этого очень хорошо даже подходит. Если нам нужны какие-то отчеты, допустим, отчеты с нашими данными и еще с какими-то другими данными, то тоже можно создать Virtual Entities, и не думая, что это Virtual Entities, можно построить свои отчеты. Ну и, конечно, real-time data access, если ты находишься в одной системе, чтобы сразу получить эти данные, увидеть, можно и редактировать, конечно, но к этому еще вернемся там дальше, насчет крут операции. Лимитация. Пользу, я сказал, самая большая польза, это не дублируя данные, то есть данные находятся в какой-то другой базе данных, мы ее не дублируем в CRM, то есть она только в одном месте стоит, но мы ее тут видим как обычную таблицу, то есть это круто. И дальше можно еще с ними работать, как обычная таблица, это круто. Но есть много лимитаций. Лимитации — это комплексные критерия, что это значит. Если в CRM мы привыкли, что мы можем там делать фильтрацию с linked entity, там добавить or, end, и все, что хочешь в этом advanced find или advanced filter сейчас новый, для Azure, для virtual entities, в принципе, это возможно, но ограничение большое — сам source. Если source не позволяет, допустим, использовать метод contains, то, соответственно, мы тоже не можем этот advanced filter использовать метод contains, хотя клиент сможет выбрать в advanced filter contains, но не будет работать. К примеру, у нас есть на этом проекте лимитация из sensitive, то есть мы привыкли в CRM писать большими-маленькими буквами, и оно будет работать. Даже не думаем об этом. А Azure Search, у нас есть там пару таблиц из Azure Search, он не позволяет. Ему надо прописать конкретно, как в базе данных написано. С большими, первая большая буква, остальные маленькие, вот так надо и писать. Хотя там есть какие-то настройки, клиент пока сказал, что он понимает, он будет настраивать. Когда донастроит, мы дополним наши куэрии. Performance. Performance тоже, если для нас Microsoft сделали, чтобы эти фильтрации и результат этих фильтраций выполнится, быстро показывался, Virtual Entities немножко не так. Оно как бы так, но как бы не так, потому что обычно связи между Entities из CRM и Entities из другой системы, они странные. Вот в нашем случае, там, чтобы связать, к примеру, контакт и есть там сущность токен, то это у контакта есть связанная таблица в CRM, у него есть много уалетов этих, и у этих уалетов есть какое-то поле адрес, это в CRM, а у них в Azure Search, то есть имею это поле из адреса, тоже несколько уровней в их базе данных, в этой таблице, и оттуда тоже надо брать это поле, и надо, ну, их сопоставить. Сопоставить. Вот именно работа, вот из-за того, что там нельзя написать Direct Query, надо брать все из CRM, все из другой базы данных, сопоставить их и делать потом какие-то манипуляции. Это просто, это очень плохо. Я покажу, там есть у нас вот этот, именно токены. Нажимаешь на Virtual Entity токены, и можно пойти пить кофе, прийти, и у тебя результат есть. Virtual Entity, это Organization таблица, то есть там доступ, или ты имеешь, или не имеешь к этой таблице. То есть делать какие-то security модели на них нельзя. Ну, нельзя по стандарту, вот как мы строим, для обычных таблиц, что можно own таблицу иметь, и добавить там всякие роля, security роля, тут так нельзя. Крут операции, то есть create нельзя делать, delete нельзя делать, update нельзя делать. Даже, вот что странно, если открыть Virtual Entity, она read-only, там страница read-only, и у нас есть эта утилита level up, которая, по идее, должна разблокировать все поля, то она не работает. Для Virtual Entity сможешь нажать там God Mode, сколько хочешь, она не работает. Есть еще несколько, out-hitting, не суппортится, search functionality, но это используя стандартные методы. Мы сделали, чтобы search работал, по умолчанию не работает, чартер-борды не работают, чередей нельзя добавить, ну, offline caching, то есть сейчас начинается все больше и больше разговор о кашировании данных там на телефоне, чтобы когда не было интернета, чтобы можно было работать. Но с этими, к сожалению, нельзя. Activity из них нельзя делать. То есть, если раз мы там создали Virtual Entity, на взау нельзя там создавать, как обычно, обновить, как обычную Entity Challenge, что на нашем проекте было интересно. Помимо того, что, конечно, добавляем Virtual Entity, мы видим данные из других систем, это, конечно, круто. Клиент захотел иметь крут операции, то есть у него есть на таблице virtual, и он захотел иметь update, create и delete. То мы это сделали. Как мы это сделали? Зарегистрировали плагин, на каждое событие, плагин action, написали action, на каждое событие, create, update и delete. И добавили в ribbon другие кнопки, ну, тоже похожие там на сохранение, delete, на удаление. И при нажатии этой кнопки вызывается action, и action ловим в плагине. Дальше плагин, имея какие-то параметры из этого action, к примеру, на удаление. Что нам на удаление надо? Надо ID-шник записи. Окей. Значит, есть ID-шник записи, дальше, имея всякие креды, делаем запрос на удаление. Записи в external source. И еще, чтобы изменить поля, то мы написали там на форме, спрятали все поля, которые там предоставляют нам по умолчанию Microsoft, и добавили веб-ресурс. Несколько табов, несколько веб-ресурсов. И эти веб-ресурсы показывают, а я сейчас покажу, показывают данные, которые имеют поля этого записи. Дальше. Надо было добавить virtual entity маркетинг. Ну, в маркетинг там можно только контакты использовать сейчас. Даже лидовые аккаунты нельзя использовать, только контакты в сегментах. Но дело в том, клиент хотел иметь возможность отфильтрировать по virtual entity. Допустим, у контакта есть связанный, в нашем случае, токен virtual entity, и он хочет фильтрировать все контакты, которые имеет токен с именем ABC. Virtual entity, мы долго копали, мы нашли, как сделать это для static сегментов. Окей, static сегмент, но опять клиенту каждый раз сделать static сегмент. Что делает static сегмент? Один раз ты выгрузил эти контакты, и все, они есть. А если там через 20 минут добавляется новый контакт или новый токен, ну, меняются данные, то, соответственно, тот static контакт, он уже не актуален. Для этого используется динамик сегмента. И вот в динамик сегмента сделали свою логику, к которому мы не имеем доступ. И они там делают не обычный ретри в multiple, который у нас написан в плагине, а как-то они делают. То, что мы сделали, сделали один сервис, который там раз в 15 минут обновляет данные в этом static сегмент. Плюс еще мы добавили, тоже был хороший челлендж, мы сделали этот advanced фильтр, что нарисовали еще раз, чтобы клиент мог там ликать, как в CRM. Дальше manage complex object in one virtual entity. Обычно, вот, если кто знает, что такое база данных и relation базы данных типа SQL, то у нас есть таблица и связи между ними. Вот то, что нам, к примеру, выдает Azure Search, выдает JSON объект. И в этом объекте может находиться другой объект, или еще хуже, в этом объекте находится список других объектов. А мы все это должны показывать в одну virtual entity. То, в принципе, с этим мы тоже разобрались. Мы сделали что-то через custom code, через веб-ресурс. Я покажу. То сделали, обрабатываем этот JSON и показываем, как related entity. Но оно вообще не related entity. Это просто JSON хранится. и еще одно из ограничений. Вот, если вернуться к этим же токенам, у них есть родитель на контакт. И клиент хочет, помимо имени контакта, иметь возможность вывести колонку в еще пару колонок. К примеру, телефон, e-mail этого контакта. То этого нельзя делать. Пока что у нас есть открытый тикет у Microsoft и ждем ответа. Это вообще невозможно или мы что-то не так делаем. Поэтому мы еще не разобрались. Теорию мы прошли. Давайте покажем, что мы сделали. И еще такой нюансик. Если не знаю, кто видел, кто не видел, это плагин Registration Tool оригинальный, который мы использовали до появления Toolbox XRM. То еще такой нюанс. Чтобы регистрировать Data Source можно только в Start Plagin Registration Tool то есть Data Provider. Если регистрируюсь, эта опция есть только тут. Если открыть XRM Toolbox, ну там его нету, то пришлось найти, когда мы работали с этим плагин Registration Tool наверное лет 5-7 назад, пришлось его найти, открыть и регистрировать Data Source. к примеру, что тут надо регистрировать имя и дальше на Retrie Retrie Multiple надо регистрировать те плагины, которые мы написали вручную и все. Тут есть еще CreateUpdate Delete, но они не работают. Не знаю, наверное, они хотели продвигать эти Virtual Entities, они не работают. Тут можно регистрировать все, что хочешь, оно не будет работать. Но можно сделать другими путями. Дальше это Plugin Registration Tool. Вот, к примеру, это Virtual Entity ордера. У нас есть связанный контакт, то есть в принципе мы можем кликать на этот контакт, пойдем туда. И у этого контакта на странице контакта это нормально еще. Ордер это норма выкопывается быстренько. Еще на уровне этого контакта у нас есть вкладка с этими ордерами. Допустим, есть контакт. Мы хотим помимо имени которые есть тут. Хотим иметь возможность добавить из контакта я не знаю там email статус ничего не показывает. Хотел еще показать как выглядит виртуальная entity если ее открыть. Виртуал entity сразу нам показывает Microsoft это Redondly. Ну и поля есть но они все Redondly ничего нельзя менять. Даже с level up от мод ничего не поможет. Но клиент захотел иметь возможность сохранить. Есть у нас webpages это тоже виртуальная entity если мало записи то оно в принципе работает быстренько но тут еще нету связи ни с чем если order есть связь с контактом это контакт есть связанный у этих ничего нету в принципе показываем то что есть тут это виртуальная entity у нас есть кнопка save кнопка delete это мы их добавили еще есть возможность редактировать мы просто добавили на каждый таб отдельный веб-ресурс и сам веб-ресурс показывает данные из этой записи что интересно вот что я говорил про сложные объекты у нас есть эта запись на нее как бы есть еще другие связанные как в json у нас связанные какие-то в одном объекте есть array с другими объектами мы сделали думаю даже очень интересно и показываем эти данные как связанные что-то напоминает связанные записи из CRM это один объект но у меня все желаю всем приятных выходных спасибо за внимание